В России, в том числе и в Алтайском крае, стартовал месячник пожилого человека. В это время принято проявлять особое внимание и заботу о пенсионерах и людях преклонного возраста. Сегодня поговорим о том, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать пожилые жители Бурнаула. И об этом нам расскажет начальник управления социальной защиты населения Ирина Генералова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде расскажите, люди какого возраста считаются пожилыми? Наверное, это понятие относительное, но тем не менее существует официальная статистика по данным Всемирной организации здравоохранения. К числу пожилых людей у нас относятся граждане старше 60, от 60 до 75 лет. На какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать? Меры социальной поддержки достаточно разнообразны. Это как денежные, так и натуральные меры социальной поддержки. По денежным формам я вкратце проговорю. У нас существует меры социальной поддержки, предоставляемые городским бюджетом, городом Бурнаула. Это компенсационные выплаты на уплату земельного налога, компенсационные выплаты на аренду земельного участка, занятого под гаражами и под погребными ячейками. Это льготный проездной билет для пенсионеров. Это льготное посещение, льготные талоны в общественные помещения наших бань. Ну и другие категории. На сегодняшний день сколько у нас пожилых людей в Барнауле? Есть такая цифра? Ну пожилых, у нас есть статистика, сколько у нас пенсионеров, получающих пенсию по старости. В городе Барнауле таких свыше 173 тысяч. Но вот кроме какой-то финансовой поддержки, наверняка они имеют и другую социальную помощь. Расскажите об этом. Да, помимо денежной формы, я кстати не рассказала еще о мерах социальной поддержки, выделяемых из краевого бюджета. Тут тоже достаточно много. Это компенсация взноса на капитальный ремонт гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше. При условии, если они проживают в жилом помещении, принадлежащем им на праве собственности. И в семье, состоящем из неработающих пенсионеров. Это граждане пожилого возраста, имеющие параллельно у нас звание ветерана труда, это ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей. И компенсация на жилищно-коммунальные услуги в размере 50% от оплаты, произведенной оплаты. Это дети войны, граждане имеющие статус дети войны, они имеют право на материальную помощь при условии подключения жилого дома к природному газу с 1 января 2017 года в размере до 20 тысяч рублей. И еще ряд мер социальной поддержки. Вкратце остановлюсь еще на натуральной форме, так называемой, которая не совсем нравится, понятие натуральная форма. Но тем не менее, у нас комплексный центр социального обслуживания в соответствии с законодательством Алтайского края оказывает социальные услуги нашим гражданам. Но понятно, что здесь граждане должны быть признаны нуждающимися, есть определенный порядок. И помимо этого еще оказывают срочную социальную помощь. Это в том случае, когда вот, ну, горит какие-то обстоятельства, когда не терпит отлагательства, вмешательства в личную жизнь гражданина. Нужно срочно оказать какую-то помощь. Здесь мы оказываем помощь и разными услугами, юридическими и психологическими. У нас психолог есть в комплексном центре. Мы оказываем услуги, предоставляем какие-то, значит, наборы одежды необходимые, предметы первой необходимости. В исключительных случаях горячим питанием обеспечиваем. У нас в городе, вкратце расскажу, работает очень мобильная бригада, которая постоянно в течение года выезжает по сигналам граждан города Барнаула, по адресу места жительства гражданина, проводит обследование условий жизнеобеспечения и принимает решения в соответствии с законодательством о социальном обслуживании, которое требуется гражданину. Но понятно, что гражданин должен заявить свою необходимость, свою потребность в этом. А вот если человек по состоянию здоровья самостоятельно не может обратиться в социальную защиту, родственник может за него заявление на писателя? Может даже не родственник, может любой гражданин, имеющий соответствующую доверенность. Более того, у нас на социальном обслуживании на дому около 379 граждан, нуждающихся, которые сами не могут представлять свои интересы. У нас социальный работник может представлять интересы в органах социальной защиты. Вот какие меры социальной поддержки больше всего пользуются популярностью? Так что ли? Ну, вы знаете, самое большое количество, наверное, у нас получателей ежемесячно денежной выплаты ветеранам труда. Это более 71 тысячи. У нас более 7 тысяч граждан в прошлом году воспользовались компенсацией на выплату за земельный налог. У нас, ну, услугами социального такси, я еще тоже не сказала, воспользовались более 2 тысяч граждан уже в текущем году. И потребность в социальном такси, она из года в год возрастает. Поэтому достаточно широкий спектр. Ну, вот сейчас стартовал месячник пожилого человека. Мероприятий больше будет? Безусловно. У нас разработан циклоплан городской. Он размещен на сайте администрации города Барнаула. Он включает в себя порядка 168 мероприятий. В мероприятиях для граждан пожилого возраста задействованы как учреждения культуры, театры, музеи, библиотеки, учреждения физической культуры и спорта, и спортивные мероприятия проводятся, и концерты разного рода организуются. Ну, очень интересный план. В текущем году рекомендую всем посмотреть его и принять участие в мероприятиях гражданам наших пожилого возраста. Вы наверняка со мной согласитесь, что люди пожилого возраста требуют к себе внимания не только вот в этот самый октябрь. Безусловно, поэтому я вам говорю, что социальные услуги мы оказываем круглый год, меры социальной поддержки, круглый год, востребованность изучаем, круглый год, вне зависимости от времени года. Ну, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Генералова, начальник управления социальной защиты населения по городу Барнаулу. Продолжение следует...